всем снова привет привет мы поехали по такому интересному делу в общем это в нашем духе в нашем стиле мы участвуем в розыгрыше поехали сейчас мегу в выходной в предвкушении что мы все-таки выиграем там в общем розыгрыш у нас два этих участвует билета скажем так разыгрывается сертификат на круглую сумму там какие-то еще подарки до 200000 каждой неделе это сертификат на 100000 в окея на 100000 в океи и кучу всяких подарков других магазинов магазинов меги которые так что вот решили попытать удачу и этот розыгрыш проходит каждые выходные течение в общем это не раз то есть эти билетики будут участвовать и в эти выходные следующие выходные еще так что так что так что держите за насколочки хотя вот мы сейчас ехали очень много пробок несмотря на выходной и наверное все в мегу едут за подарками все любят участвовать на что-нибудь на халяву так скажем как на халяву там все равно чтобы получить билетики надо было завершить покупку от 1000 рублей чтобы получить чек две покупки от 1000 рублей раз да точно две покупки так что в принципе халявой ты не назовешь так то вот если чем куда чем больше покупок тем больше билетиков все это логично сейчас единственное что мы немножечко задерживаемся опаздываем потому что немножко не рассчитали выходные пробки сначала правильно сказал участие не по задерживаться посмотрим но еще я думаю что вот эти всякие программы шоу никогда во время не начинается так что думаю что мы успеем все хорошо будет и здесь нас интересуют цифры точнее от 0 до 8 тоже от 0 до 8 и здесь интересуют нас цифры от 0 до 7 понимаете да то есть мы допустим достаем из первого аквариума цифру 4 из второго аквариума достаем цифру там 8 из последнего аквариума достаем цифру 8 понимаем что у нас цифры 8 в розыгрыше нет поэтому достаем цифру 7 например и получается номер 487 он именно и выиграет у нас какой-то очередной приз который я буду естественно заранее анонсировать а и так мы будем делать пока не разыграем все подарки смотрите сначала мы разыграем с вами такие приятные призы от партнеров нашей акции вот они собственно на столике стоят но я еще буду их озвучивать в том числе и чтобы стать обладателем вот этого приятного приза или подарка ним необходимо находиться здесь то есть если мы достаем номер которого представителя которого сегодня с нами пока по каким-то причинам нет мы будем доставать другой номер пока победа не состоится прямо здесь и сейчас на наших глазах закрытыми только тянешь давай по чесноку как договаривались 2 есть 900 двое победителя здесь всем аплодисменты иди сюда давайте на сцену давайте порадуемся друзья но не сегодня так завтра так же удачно улыбнется кому-то из вас и вы выберете 100 тысяч рублей на ты клей 100 тысяч от хобби как вас зовут кто остался еще раз похлопаем еще раз порадуемся а кто сейчас стоит у кого сегодня чеков не было вы остайтесь я вам расскажу что нужно будет сделать чтобы в следующий раз вот так же как ольга стоять и радоваться тому что только что выиграл 200 тысяч рублей ура конечно ура друзья кто у вас сегодня победителями был я напоминаю что сейчас можно остаться и поход у нас перекус в бургер кинки там уже столетно чего не покупали если честно по цене по которой вышел здесь два цезаря 9 наггетсов они в этой коробочке 2 капучино мы могли бы поесть шикарный бизнес ланч 685 рублей да в этой планете суши и так еще сейчас попробуем конечно что это такой золотой салат но что-то последнее время фастфуд уже далеко не не выгодно лучше вот в таких похожих ресторанов кушать полноценную еду как мы поняли что мы ничего не выиграли по нашим эмоциям но конкурс нам понравился в том плане что все честно все открыто все прозрачно детки все доставали то есть там пока победитель вживую который был не подходил выбирали то есть все нормально единственное вот вообще один раз было рядышком буквально у нас один номер почти 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 сыграл да при том что мы зарегистрированы в их общем списке как 472 ну дали нам бумажку 473 поэтому мы почти были в шаге от одной победы от одного там много чего разыгрывали вот так что в принципе конкурс классно можно участвовать все равно что-то там можно выиграть люди получали простые люди вот простые ну то есть никакие там не знаю шишки-нишишки подставные-не подставные ну короче все просто все прозрачно и самый главный приз выиграла девушка которая только что совершила покупку и вот сразу же ей уже сюрприз то есть вот тут реально человеку просто подфортунило ну все ладно мы сейчас кушаем у нас сегодня по плану еще одно посетить интересное место которое покажем и все расскажем здесь в общем получать салат сам собираешь чтобы были кусочки курицы всего лишь 4 сухарика насыпаем а салат и сыр здесь уже входил да в состав получается то есть так сам себе салат набираешь и вот такой вот соус от зазер есть чтобы он долго хранится швацкутом хранится может в миге предупреждения здесь что вот так это все делает сейчас попробую интересы собой пока мы стоим небольшой пробочке хочу показать как мне очки из алиэкспресс они конечно он видно глаза видно все видно но так вот сбоку не видно хотим напишите просто мне идет такие очки или не идут мне такие очки они немножко большеват и вот поправо мне бы чуть чуть поуже было бы комфортно просто в носке так мне нравится просто сейчас начнутся начнется такое время когда все будут на улице продавать вот эти торговцы дети же сам мачки с алиэкспресс мы смысле с китая только дороже ну раз пять наверное то есть все равно это как ненастоящий не то что как на самом деле полиэстер или не полиэстер ну короче материал который такой все таки нежелательный наносить на глазах я это буду носить не долго и так так мне со мной нравится кстати да и часы сегодня делаю часам надо привыкать потому что я просто в принципе отвыкла ходить с часами то есть мне их уже сто лет не было так ну что так интересно вообщем я сегодня взяла обновка в своих ну вот очков они сейчас почти все почти везде были настоящие настоящие найти сейчас крайне сложно ну я в том плане что там они за тысячу в магазине будут тоже самое дороже да да кстати эти вот очки я не знаю кто-то помнит вот раньше у меня ну как в детстве бываешь купят очки нет у меня были как в детстве такие настоящие стеклянные потому что надо было там отражение от снега плохо не влияло бывали такие продавались там что их оденешь и как бы как уходишь это как оно искажение такое ты одел и как будто шагаешь на землю а сам как будто проваливаешься в общем жестко-жестко искажались такие очки точно были вредные ну блин красивые такие они всегда были разноцветные какие-нибудь у меня солнечные очки настоящие но чтобы снег не отражался поэтому у меня солнечные очки это на севере когда солнце не заходит как я уже забыла то называется это мне просто все уже за голову вылетело и идет прямое отражение от белого снега то глаза портятся еще сильнее чем от солнца так что на севере тоже нужны очки ладно мы сейчас едем в такое интересное место потому что хочется скорее приехать кстати да погоду обещали на выходные холодную-холодную сейчас пока даже жарко естественно ну как бы где солнышко где тенек там холодно конечно мы приехали в Акадолье мы здесь были прошлым летом я может быть даже ссылку оставлю на видяшку даже будет самой интересно посмотреть сколько там изменений произошло ну и плюс на видео сравнение охрана отрабатывает вот сюда получается Дышите свежим воздухом называется это Акадолье мы приехали в 3 раз повторюсь мы уже здесь и заметно кстати изменилось тут появились пешеходные дорожки но сейчас покажу все да гораздо больше домов ввели в эксплуатацию тут уже видно что много живут тут реально так свежо вообще так пахнет как сказать пахнет ну ощущается кислород и самое интересное это город за городом то есть мы находимся далеко за Екатеринбургом но это считается ну пока по километрам сколько то есть как бы тот же Арамиль тоже он находится Арамиль ближе чем Акадолье а точно ну короче Арамиль уже все равно Арамиль а это Екатеринбург хотя находится дальше и этот район Чикаловский то есть здесь будет прописка не будет а есть уже уже есть адреса все в общем городская прописка получается что реально город за городом и вот честно все нравится как бы ни для кого не секрет думаю понятно что раз у нас семья расширяется то и мы думаем о расширении и хочется найти оптимальный вариант ну вот в принципе оптимальный вариант это вариант оптимальный просто очень дорого да но как бы все равно такое солнышко еще пойдем туда вот пройдем все сейчас покажу в принципе за мной видно территорию вот такие здесь тут и тонхаусы и он сейчас в тонхаусах и частные дома кстати мы про квартиры не спросили кстати Акадолье это всероссийская неорганизация как-то но они строятся вот из техникополиса спонсор всего этого дела Америкоса короче есть очень много в Оренбурге Обнинске где-то еще там уже это гораздо больше расширено больше территории занято у нас еще пока только-только застопорилась хотели быстрее тут задать но у нас Екатеринбург просто как всегда отличился на Урале самая сложная ситуация с честным бизнесом мы кстати вот заходили сейчас за мной вход нигде кирпичи лежат а соседние мы сейчас там были мне понравилось само расположение понравилось но в ремонт надо столько вкладывать что я просто вложите однушку стоимость для кого-то квартиры с ремонтом лес не будет вырубаться то есть тут сказали просто будет прогулочные дорожки облагораживаться будет ландшафт дизайн как называется ландшафтные дизайнеры поработают в общем все красиво обещают быть и уже была обработка от клещей потому что все равно территория считаете леса кустарников много а детей здесь кстати тоже немало так что наблюдаем мы за этим местом думаем считаем не знаю пока что здесь активно активно все строится несмотря на кризисную ситуацию особенно на рынке строительства но все равно они сколько на год минимум уже подводят судя по форуму сейчас пройдемся может еще поснимаем там дальше но домики вообще конечно да красиво красиво все и когда они достроят все запустят первую очередь до конца того года да будут даже заезжать через другой въезд не будет тревожить и тоже классно кстати сейчас уже считаете въезд шлагбаума будет система что будет только свои заезжать по номерам ну и плюс кто-то в гости просто номера говоришь нормально очень даже нормально мы сейчас гуляем вот кстати пока еще разрыто но это вот что газ проводили он под землей делают качественно да вся проводка под землей все качественно вот это вот мне нравится в этом плане у них очень хорошие идеи это просто то что юборги их задержали в других городах везде они уже многие где сдались ветер сильный дует но это вот типа пока центр здесь офис продаж здесь мини детская площадка очень маленькая они вот сейчас землю насыпают она сказала скоро у них будет субботник будет все красиво там высаживать цветочки ну я думаю цветочки чего еще красиво там план здесь техника то есть работы идут а вот там целая семья уже облагораживает свою территорию из зале кстати здесь проезжаем ирина такое ощущение что как в Москве да 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 вот это как в Москве вот это как будто как будто мискульптур можно понять наше ощущение что вот такая большая дорога хотя можно было здесь еще пошире 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 и тут всегда ограждено там для велосипедов для пешеходов И большая территория тут освещается, я надеюсь, что освещается, но фонари не стоят, по крайней мере. В общем, вот мы сейчас в эти дома заедем, посмотрим еще там. Ну мы сами там посмотрим просто. Это микрорайон холодный. Да, интересно даже просто кто не из Урала, что в нашем городе есть еще такой новый район, расстраивается. Он только начало, это огромнейший, это целый город будет, он на 300-450 тысяч жителей будет. По сути это несколько городков небольших здесь будет, он будет настраиваться туда. Вот туда, вы видели, куда показал Саша? Вот туда вот и будет. Короче он будет просто вот влево, это будет огромнейшая территория просто застройки. Академически отдыхает, ну и самое главное качество академически это его отсутствие, а здесь как бы вот обещаю все будет хорошо. Академически это тоже район Екатеринбурга, относительно новый. Так что, левчимся? В общем, вы сегодня с нами первый раз тоже будете, как мы первый раз, и вы первый раз по новостройкам. Так, здесь не написано, что нельзя помочь, а здесь не можем. Здесь живут, там не живут. Магазины есть, аптеки есть. Звездные вижу, а где аптека? Там была вот, теперь я говорю, парашютка, по правой стороне, где дом уже построен. Давай сюда заедем, походим сейчас. А Маши всем привет. Находимся внутри вот этого солнечного, зашли. Слушайте, тут тоже классно, здесь огорожено полностью, сюда машины во двор не заезжают. Подъезды красивые, там велики, коляски стоят. Все под воротами, под замком, короче. Получается, здесь смотри, как стадион, да. Вот тут вот для детей. Лазите, смотри, песочек. А, да, ну тут как будто очень интересно. С колясками, мамочки. А за несколько минут, говоришь, что теперь спустят. Ну и скорая, наверное. Да, да, там же все этажи, значит, вот раз. Вот, нет, скорая, видишь. А где? Кстати, вопрос, да, слушай, у них же выходы сквозные. А, иначе, другой стороны. В общем, блин, мне нравится, честное слово. Это классно, да. В общем. Это самый нормальный район, где качественно строят его. Атмосфера притягивает. Смотрите, как еще зель, у нас камеечки, чистенько. Кстати, чистенько, на самом деле чистенько. Для детей, пожалуйста. Бесплатный аттракцион, как говорится. Вот и батуты есть, смотри, вон батуты есть. Ух ты, бесплатные батуты. Слушай, ну это вообще интересно тогда. Ну, очень много. Мне нравится. Для москвичей это, наверное, как бы нормальное явление. Для нас это плохо. Здесь, правда, можно гулять, их отпускать. Смотри, они почти без родителей. В окошко только смотри и все. Ну да, нет, здесь же дома. Мы все еще здесь гуляем. Вышли из этого двора. Нашли минус в том, что парковки здесь мало. Ну, кстати, парковки мало везде. Кроме Экадолия. А тут, наверное, построят эту. Скорее всего, да, поставят там парковку многоуровневую подземную, да. А вот, походу, платная парковка, чтобы дорожить. А, ну вот та, вот первое решение. Ну, увидишь. Деньги посадили. В общем, нам здесь тоже понравилось. Нет, здесь вот реально, здесь идешь, как вот. Саша Таня, сериал-то был на этом. А, да, да. Вот примерно такой же, как это есть. А вот там вот уже, вон, дорога. Пожалуйста, в обычный город, ну... Необычный город? Спасибо, хорошо. Там обычный город. Здесь разные застройщики. Вот, куда я показываю, здесь из Урала. Виктория, Виктория. Вот, сейчас видно вот так. Вот там Виктория, так же написано. Они еще запустили их. А вот там брусника. А это форум-групп, где мы были. И прямо по курсу брусника. Брусника тоже сейчас москвичи, по-моему, если не ошибаюсь. Тебе можно, да? Просто брусник, это та же самая Виктория, умножаем на почти на два цену. Дело-то в том, что здесь, в принципе, как я разговаривал со строителями, здесь единая архитектура, единый план с его комплексой. Поэтому особо не имеет значения, кто строит. Потому что они должны соблюдать в целом более 70% единых норм. А цена отличается в два раза. То есть, как бы, делайте выводы. Пусть даже там разница будет в 30%, а цена в два раза, ну, как-то это, принципе, поставимо. Брусники, пожалуйста, у них там куча всего есть. У Виктории все меньше и меньше квартир. Пошли. Что касается Виктории, у них цены, здесь в солнечном с Екатеринбургской пропиской, цены ниже, чем в Варамиле, на их же жилье. Причем процентов на 5-10 в среднем ниже. Удивительно, но факт. Вон они. То, что мы проездили по этим новостройкам, это еще не окончательного. Вариант даже близко. Это, наоборот, только с самого начала мы смотрим все. Рассматриваем варианты всем. Так что, прям вот сто процентов, не говорю, хотя очень все понравилось. Я думаю, что нам и другое еще понравится, что-то не понравится. Еще плюс мы много считаем, много сравниваем и чтобы было много вариантов, чтобы в нашем варианте было все оптимально. то есть это все просчитываем. Особенно все Саша там все считает и в интернете смотрит. И особенно рассматриваем за городом. То есть Екатеринбург был за городом, ну либо там пригород. Ну вот как я говорила, чтобы был город за городом или вот близкие эти города. То есть даже Армиль, это не исключение. Хоть я думаю, может быть и здесь даже еще покажем, что мы смотрим. Хотя просто здесь есть новостройки, но пока их даже не интересно показывать. потому что они еще, ну вообще, голые стены. То есть не так интересно, как бы мы вчера погуляли. Просто сегодня уже другие. Так что вот, кому интересно, продолжайте смотреть или задавайте вопросы, потому что я думаю, что эта тема будет появляться частенько во влогах. Можно мне сказать. Кто-кто не любит пригород, как хочется сказать. В общем, я раньше, когда жил в Екатеринбурге в центре, я никогда не думал, что захочу жить вне города. Только центр там, головой в стену, там все только город, только центр. Поживя в пригороде, я могу сказать, не нужен этот город, не нужен этот центр с вонючей водой, беспонтовым воздухом, свечными пробками. В пригороде чистейший воздух, чистейшая вода. Никаких пробок. Доехать до города полчаса максимум. Некоторые, допустим, Суралмаша, я уже, помню, говорил, Суралмаша до Меги ехать гораздо дальше, чем нам до Меги. Дальше, допустим, Сурссельмаша до Меги ехать нам ближе. Суралмаша до Криныча мы доедем быстрее, чем они. Поэтому, как бы, вообще под вопросом город, не город. Так что ближайший пригород, мне кажется, самое то, потому что преимуществ порядок больше. Плюс у нас сейчас сыграло, да, что все-таки теперь практически без пяти минут многодетная семья. И вот сложив все плюсы и минусы, то все-таки для детей, наверное... Для детей однозначно лучше пригороде. Эти многих, кто переезжает с города... Я просто извиняю, что я... Кто переезжает с города Варамиль, там, не в присуте, в Пашму, берется, такие... Поголовно все говорят, для детей в пригороде намного лучше. В общем, здесь ближе все секции, здесь цена дешевле. Цена дешевле, да. На порядок дешевле. Все близко, то есть не надо там садиться, сейчас либо куда-то везти там. 15 минут на машине максимум, обычно даже пешком. Все ближе, все удобнее. И... Ну вот на тех же секциях, которые присутствуют, на тренировку мы водим, в городе далека было бы больше народу, меньше внимания уделяется. Здесь больше внимания уделяется, да. Да, и мне школа развития здесь нравится. Крайней мере, прям Максима вот этот, чтобы проходили сезон, год, да, учебный, у него очень большой скачок был. Но это не значит, что в городе плохие ни в коем случае. То есть просто у нас идет сравнение, что... Город... Ничего против города не имею. Классно все. Сам пришел в центре, был город Вар. Ну... Есть нюансы там. Главная экология, вот она просто в городе не... Вот я бы сейчас... Я бы сейчас... Я сейчас приезжаю с города в пригород, я чувствую разницу в воздухе. Я чувствую разницу в воде. Вот это вообще там ей писать ордером подняет прям. Чувствуется прям разница. Прям выезжаешь из города и все. Дышать легче. Это все-таки наше здоровье. Ну так что вот мы на эту тему можем говорить бесконечно. И плюс повторюсь, что, скорее всего, последние влоги будут... Некоторые... Даже большая часть, наверное, посвящена этому. Не знаю. Не буду зарекаться. По крайней мере, пока есть возможность, мы сейчас ездим, все смотрим. Плюс заранее все пробиваем, чтобы потом... Когда настанет момент X, чтобы это не было, все спонтанно, а уже был подход такой, наверное... Спонтанно. Четкий. Да. Хотя у нас... Ну ладно, все, на этом точно будем заканчивать. А то, мне кажется, так уже очень длинно все получилось. Так что... До новых встреч. Все. Увидимся. Всем пока. Спасибо. До новых встреч. Пока.